Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы продолжаем слушать сказку приключения барона Мюнхгаузена «Погоня». Но случилось-то, чего я так боялся? Едва мы отъехали от берега, казначей побежал к своему повелителю и сказал ему, что я дочисто ограбил кладовые. Султан пришел в ярость и послал за мной вдогонку весь свой военный флот. Увидав множество боевых кораблей, я, признаться, не на шутку струсил. Ну, Мюнхгаузен, сказал я себе, пришел твой последний час, теперь уж тебе не будет спасения. Вся твоя хитрость не поможет тебе. Я почувствовал, что моя голова, только что укрепившаяся у меня на плечах, снова как бы отделяется от туловища. Вдруг ко мне подошел мой слуга, тот, у которого были могучие ноздри. Не бойтесь, они нас не догонят, сказал он со смехом. Побежал на корму и, направив одну ноздрю против турецкого флота, а другую против наших парусов, поднял такой ужасный ветер, что весь турецкий флот в одну минуту отлетел от нас обратно в гавань. А наш корабль, подгоняемый моим могучим слугою, быстро помчался вперед и через день добрался до Италии. Меткий выстрел. В Италии я зажил богачом, но спокойная мирная жизнь была не по мне. Я жаждал новых приключений и подвигов, поэтому я очень обрадовался, когда услышал, что недалеко от Италии разразилась новая война. Англичане воевали с испанцами. Ни минуты, ни медля вскочил я на коня и помчался на поле сражения. Так как испанцы осаждали тогда английскую крепость, Гибралтар, я тотчас же пробрался к осажденным. Генерал, командовавший крепостью, был мой хороший приятель. Он принял меня с распростертыми объятиями и стал показывать мне воздвигнутые им укрепления, так как он знал, что я могу дать ему дельный и полезный совет. Стоя на стене Гибралтара, я увидел сквозь позорную трубу, что испанцы направляют дуло своей пушки как раз в то место, где стояли мы оба. Ни минуты, ни медля я приказал, чтобы на это самое место была поставлена огромная пушка. — Зачем? — спросил генерал. — Вот увидишь, — ответил я. Чуть только пушку подкатили ко мне, я направил ее дуло прямо в дуло неприятельской пушки. И когда испанский пушкарь поднес к своей пушке фитиль, я громко скомандовал. Пли! Обе пушки грянули в один и тот же миг. Случилось то, чего я ожидал. В намеченной мною точке два ядра, наше и неприятельское, столкнулись с ужасающей силой. И неприятельское ядро полетело назад. Вы понимаете, оно полетело назад к испанцам. Оно оторвало голову испанскому пушкарю и шестнадцати испанским солдатам. Оно сбило мачты у трех кораблей, стоявших в испанской гавани, и понеслось прямо в Африку. Пролетев еще двести четырнадцать миль, оно упало на крышу убогой крестьянской лачуги, где жила какая-то старуха. Старуха лежала на спине и спала, а рот у нее был открыт. Ядро подырявило крышу, угодило спящей прямо в рот, выбило у нее последние зубы и застряло в горле ни туда, ни сюда. В лачугу вбежал ее муж, человек горячий и находчивый. Он засунул руку ей в горло и попытался вытащить оттуда ядро, но оно не сдвинулось с места. Тогда ни минуты, ни медля он поднес к ее носу хорошую понюшку табаку. Она чихнула, да так хорошо, что ядро вылетело из-за кошка на улицу. Вот сколько бед причинило испанцам их собственное ядро, которое я послал к ним обратно. Наше ядро тоже не доставило им удовольствия. Оно попало в их военный корабль и пустило его ко дну, а на корабле было двести испанских матросов. Так что англичане выиграли эту войну, главным образом, благодаря моей находчивости. «Спасибо тебе, милый Мюнхгаузен», — сказал мне мой друг генерал, крепко пожимая мне руки. «Если бы не ты, мы пропали бы. Нашей блестящей победой мы обязаны только тебе». «Пустяки, пустяки», — сказал я, — «я всегда готов служить своим приятелям». Благодарность за мою услугу английский генерал хотел произвести меня в полковнике, но я, как человек очень скромный, отклонил столь высокую честь. «Один против тысячи». Я так и заявил генералу. «Не нужно мне ни орденов, ни чинов. Я помогаю вам по дружбе, бескорыстно, просто потому, что я очень люблю англичан». «Спасибо тебе, дружище Мюнхгаузен», — сказал генерал, еще раз пожимая мне руки. «Помогай нам, пожалуйста, и дальше». «С большим удовольствием», — ответил я и похлопал старика по плечу. «Я рад служить британскому народу». Вскоре мне представился случай снова помочь моим друзьям-англичанам. Я переоделся испанским священником и, когда наступила ночь, прокрался в неприятельский лагерь. Испанцы спали непробудным сном, и никто не увидел меня. Я тихонько принялся за работу, пошел туда, где стояли их страшные пушки, и быстро-быстро стал бросать эти пушки в море, одну за другой подальше от берега. Это оказалось нелегко, потому что всех пушек было больше трехсот. Покончив с пушками, я вытащил на середину лагеря все деревянные тачки, дрожки, повозки, телеги, какие только были в этом лагере. Свалил их в одну кучу и поджег. Они вспыхнули, как порох. Начался ужасный пожар. Испанцы проснулись и в отчаянии стали бегать по лагерю. Они вообразились перепугу, что ночью в их лагере побывало семь или восемь английских полков. Они не могли себе представить, чтобы этот разгром мог произвести один человек. Испанский главнокомандующий в ужасе пустился бежать и, не останавливаясь, бежал две недели, пока не добежал до Мадрида. Все его войско пустилось за ним, не смея даже оглянуться назад. Таким образом, благодаря моей храбрости, англичане окончательно сломили врага. «Что делали бы мы без Мюнхгаузена?» говорили они и, пожимая мне руки, называли меня спасителем английской армии. «Англичане были так благодарны мне за оказанную помощь, что пригласили меня в Лондон погостить. Я охотно поселился в Англии, не предвидя, какие приключения ожидают меня в этой стране. Человек — ядро, а приключения были ужасные. Гуляя как-то по окрестностям Лондона, я очень устал, и мне захотелось прилечь отдохнуть. День был летний, солнце жгло немилосердно. Я мечтал о прохладном местечке где-нибудь под развесистым деревом. Но дерева поблизости не было. И вот в поисках прохлады я забрался в жерло старой пушки и немедленно заснул крепким сном. А нужно вам сказать, что как раз в этот день англичане праздновали мою победу над испанской армией и на радостях полили из всех пушек. К пушке, в которой я спал, подошел пушкарь и выстрелил. Я вылетел из пушки, как хорошее ядро, и, перелетев на другой берег реки, угодил во двор какого-то крестьянина. К счастью, во дворе было сложено мягкое сено. Я воткнулся в него головой в самую середину большого стога. Это спасло мне жизнь. Но, конечно, я лишился сознания. Так без сознания пролежал я три месяца. Осенью сено сдорожало, и хозяин захотел продать его. Рабочие окружили мой стог и принялись ворошить его вилами. От их громких голосов я проснулся. Кое-как, выкарабкавшись на вершину стога, я с просонья покатился вниз и, упав хозяину прямо на голову, нечаянно сломал ему шею, отчего он сразу скончался. Впрочем, никто особенно не плакал о нем. Он был бессовестный скряга и не платил своим работникам денег. К тому же он был жадный торгаш. Продавал свое сено только тогда, когда оно сильно поднималось в цене. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok